Вот за моей спиной кусочек ткани, а за кусочком ткани довольно близко адмиратийские верфи. И вот в поздней СССР, в отделе военной приемки, там был капитан первого ранга, который занимался политрукой, политической работой. И будучи человеком активным, он постоянно лез в чертежи, в технологии, ну и так дальше. Другие полковники, ну точнее капитаны первого-второго ранга, которые работали в отделе военной приемки, ему говорили, куда ты лезешь? Вот со своими политическими воззрениями и прочее. На что политрук отвечал, марксизм, ленинизм, все знает, все понимает. И продолжал лезть, как активный человек. Соответственно, такая баечка, и она рассказана не просто ради того, чтобы вспомнить про адмиратийские верфи и краблостроительный институт, в котором я тогда учился. В ней зафиксирован, что ли, некоторый эффект, которым большинство интеллигенции, имеющие высшее образование, кандидатские и докторские степени, честно говоря, не подозревают. А как только этот эффект четко произнесен, очень многое в той профессии, которой я занимаюсь, прощается. Эффект заключается в том, что в традиционных религиях, то есть это ислам, это иудаизм, это христианство, естественно, Бог это нечто всемогущее, которое потенциально знает ответы на все вопросы. И, соответственно, один из таких вопросов, который пару тысяч лет назад казалось не очень важным, это был вопрос творчества. И масса христианских авторов пытались дать ответы на этот вопрос, что есть творчество, творчество и так дальше. Ну, естественно, творчество от Бога и дальше порядка 50-60 вариантов различных авторов. Итак, прошло, в зависимости от того, как считать, 15, 14 или 12 веков, и в эпоху Возрождения выяснилось, что попытки объяснить все из Библии, из Библии плюс Аристотель, из Библии плюс Платон, из Библии плюс Аристотель плюс Платон, потерпели фиаско. Я сам человек неверующий. Если меня сейчас слушают верующие люди, к сожалению, это так. То есть никто не покушается на вашу веру. Но эпохи Возрождения, очень простой вопрос, который возник у ремесленников в Италии, как вообще решать ремесленные задачи, как решать задачи архитектурные, как решать задачи военные, инженерные, политические, по большому счету ответов в священных текстах и философских не имел. И, соответственно, скажем, эта линия продолжилась, но дальше было Возрождение, которое было в Италии, было Северное Возрождение. И люди стали делать какие-то первые разработки до нас, но наиболее употребительные в области методологии науки. Это Галилей, это Роджер Бекон, прошу не путать, Фрэнсисом Бекон, также Фрэнсис Бекон, ну и последующие авторы, их тоже несколько десятков. Но вот эта вот линия говорить-говорить о предмете, не понимая, о чем говорю, она была задана людьми религиозными. Вот в стилистике Хохмас, который я начал, все, марксизм, ленинизм, все знают, все понимают. Вот, к сожалению, это так. И на это было потрачено, повторяю, в зависимости от того, как считать, от того, как считать, там 12, 14 или 15 веков. Соответственно, вторыми на этой линии были философы, которые уже за более короткое время, то есть, если Возрождение, это где-то там, условно говоря, 1500 год, то где-то приблизительно до 19 века откололись от теологии, от изучения священных текстов и пытались, ну, тоже рассуждать обо всем. Ну, когда я говорю слово «обо всем», значит и о творчестве. И если быть честным, и вы можете просто, будет картинка, надеюсь, на портале «Викенд» кликнуть и произучать мысли великих философов о творчестве, то, соответственно, скажем, что-то такое они говорили, но это была точность, что летом будут грибы. Любого вменяемого человека интересует, в каком лесу, в какое время. Нужно одевать сапоги, или так можно по этому лесу пройти, ну и так дальше. То, что лесом будут грибы, а также дождь, вообще говоря, никого не интересует. Ну, если кого-то интересует, напишите мне, я участковому психиатру передам ваше письмо, скажем, да. Вот поэтому. И, соответственно, такие общие ответы, ничего они не сделали, но они постоянно изображали того, что они знают, хотя не знают. Более того, обратите внимание, что львиная доля философов, это правда, очень обидная правда, работают не с профессионалами. Профессионалам они просто неинтересны. В частности, мне философы неинтересны, поскольку у них новых идей вообще нет уже полтора века. Вот, если да, вы знаете, пожалуйста, напишите, мой адрес будет здесь опубликован. Я продолжаю. И вот философы работают с невинными в предмете студентом, и у них такая нехитрая мысль, что нужно изучить курс философии, это полезно, а вот потом, потом что-то будет. Я проверял, ничего потом не будет. Кто хочет проверить мои слова, пожалуйста, есть честный эксперимент, есть академический журнал, то есть Академическая Академия Наук России, вопрос о философии. В отличие от философов, я его выписываю, читаю, с девятого класса, и опыт показал, что знаю лучше, чем философы профессионально. Вот еще один раз, да? Поэтому взяли журнал, 12 номеров, за последние 30 лет и почитали, я это сделал. И вы увидите, что никаких идей в лучшем издании России академического, кстати, журнал неплохой, замечу, вообще нет. И, соответственно, миф остался. То есть в творчестве не понимают, но поговорить о нем они могут по телевизору, студентам и так далее. Следующая линия незнания, которая была воспринята философией уже, кто знает историю психологии, подтвердит, кто не знает, поверьте. Соответственно, ответвились психологи. Грубо говоря, грубо говоря, чаще-то давно занималась психологией, но считается, что научная психология – это примерно середина 19 века. И в том числе одно из направлений, которые больше занимались в 20 веке, это так называемая психология творчества. Это такое официальное название, диссертации по ней есть, докторские, кандидатские, психология творчества. И вот, соответственно, сейчас идет интервью, 2016 год, и, соответственно, если вы будете выписывать или читать другой журнал «Вопросы психологии», тоже академический, он выходит, в отличие от «Вопросов философии», шесть раз в год, и тоже вновь выписывается с девятого класса, вы обнаруживаете, что в 2016 году от Рождества Христова у психологов ответы на вопрос, как педагогу войти в такой невоспитанный класс или класс, который после физкультуры. Обычно дети разошлись на физкультуре, раздухарились, как войти в педагогу, мягко говоря, такие задачи они решать не умеют. Как выступать публично, как какую-то железку делать лучше на заводе, просто надо помочь решить людям творческую задачу. Поэтому вот три категории людей, называющие вас богословы, не желая, может быть, этого, далее философы, тоже, может быть, не желая, далее психологи породили безумное количество мифов, соответственно, которые вываливаются на голые интеллигенции, поскольку ничего почти нет другого. Соответственно, и интеллигенция верит, что где-то есть ученые, которые что-то знают. Учитывая, что я занимаюсь этим с 1979 года, думаю, что не все наши мои зрители сегодняшние родились, некоторые родились уже позже, а я уже занимаюсь с 1979 года, соответственно, должен лишить вас интеллектуальной невинности. И у вас есть, уважаемые зрители, сейчас поумните. К 2016 году ни черта в области такой теории, практики творчества, почти ни черта в мире, я не говорю, даже в Европе, в мире не сделано. Есть ищайшие исключения, их сделали наши соотечественники, и надо отдать им должное. Это Константин Сергеевич Станиславский, наметил очень многие работы, в области работы с актерами, режиссерами и так дальше. И гениальный наш соотечественник, Генрих Савчалович Альшулер, который сделал приз, преимущественно для решения технических задач. И его работа, пикровая его работа, которую он написал в конце жизни, в том числе на своем жизненном опыте, это жизненная стратегия творческой личности. Остальных серьезных достижений в 20 веке в области теории и практики творчества, к сожалению, физически нет. Это очень легко проверить. Когда вы находите очередного специалиста, который говорит, что он в этом понимает, пусть он покажет решение каких-то задач, хотя бы пяти задач творческих, в какой-то области деятельности. После этого все становится ясным. Вот главная мысль, что сейчас процветает некоторый общественно-социальный обман, что где-то есть ученые, которые что-то сделали в области теории и творчества. Еще раз вам врут.